Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В областной бюджет поступило 26,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит Министерство финансов Кировской области. Это на 18,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. На 95,5% объем собственных доходов сложился за счет поступлений налоговых доходов. Это 25 с лишним миллиардов рублей. Объем неналоговых поступлений составил 1 миллиард 100 миллионов. И на 76 с лишним процентов обеспечен поступлениями платежей за использование лесов и доходами от штрафов. Экономика. В Кирове продают торговый центр за 49 миллионов рублей. Объявление о продаже торгового центра, расположенного на улице Чапаева, появилось на сайте Авито. Общая площадь помещений составляет почти 750 квадратных метров. Большая их часть сдана в аренду. В собственности также есть земельный участок площадью 880 квадратных метров. Отметим, владелец данного здания не первый раз пытается его продать. В эфире экономика. Самозанятость это никаких бумаг и оборудования, только мобильное приложение. Принимать оплату за товары или услуги можно наличными или на счет. Уже имеющуюся личную карту использовать можно, но это не лучший вариант. Так считает руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Я рекомендую самозанятым не складывать все яйца в одну корзину и использовать для самозанятости отдельную дебетовую карту, чтобы потом, если что, у налоговой вы могли спокойно объясниться по каким-то суммам, которые поступают к вам на счет, чтобы у них не возникало лишних вопросов. При сложностях с налоговой, при блокировке карты и других проблемах решения помогут найти опытные специалисты компании «Бухгалтер» и я. Номер для записи на консультацию 213-112. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин.